Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, автор Мерзляк Полунский и Кир, под номером 219. Нас просят представить в виде степени выражения. Итак, мы знаем, что при возведении в степень произведения мы возводим в эту степень каждый множитель и результаты перемножаем. А теперь нам нужно наоборот. У нас с вами произведение степеней с одинаковым показателем, и мы представим это в виде степени, где основание – это произведение оснований, а показатель без изменений. Итак, а в третьей степени умножить на b в третьей степени. Это будет а, b в третьей степени. По цифре 2 мы не видим множителя, но мы видим минус. Мы знаем, что если числовой множитель не стоит, то это только единица. И поэтому мы можем переписать минус 1 на m в седьмой степени. И мы знаем, что минус 1 в нечетной степени – это минус 1. Поэтому мы можем записать, что это минус 1 в седьмой степени умножить на m в седьмой степени. И тогда это будет минус 1 в седьмой степени. По цифре 3 у нас 9, но нам нужно, чтобы каждый множитель имел одинаковый показатель. Что такое 9? Это 3 в квадрате. И тогда у нас 3 в квадрате умножить на m в квадрате и умножить на n в квадрате. Мы можем записать как произведение основания 3 mn и все это во второй степени. 64 – это 4 в кубе. И тогда 4 в кубе умножить на x в кубе и умножить на y в кубе. Мы получаем степень, основанием которой является 4ху, а показатель 3. Минус 27 в 343. Можно представить как минус 3 в седьмой степени. Показатель степени – нечетное число, поэтому результат будет отрицательный. И тогда еще у нас дописываем буквенные степени c в кубе, d в кубе. И представим в виде степени, основанием которой будет минус 3 седьмые c, d, а показатель 3. Итак, чтобы получить 0,1,000, нужно 0,1 возвести в четвертую степень, потому что 4 знака после запятой. И тогда переписываем две другие степени, k в четвертой, p в четвертой. И представим в виде степени, основанием которой будет произведение оснований, 0,1 kp, а показатель 4. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.